Где, погоди, где? Вы меня сбили, вот этот, этот, перебьет, перебьет. А он потом вырежет, врежет, вздавит. Понятно, уже 15 лет. Ёлик, шрам! Как выбрать яхту? Как выбрать, забронировать, с чего начать? Вопрос волнует многих новичков в яхтинге. И мы вам расскажем в двух словах про процесс. Итого, начать надо с того, чтобы понять, когда вы хотите отдохнуть. Возможно, вы отметите какое-то день рождения, или у вас отпуск, или праздники. Исходя из того, когда вы планируете отдыхать, подбирается регион, где в это время комфортно и тепло. Зимой это Карибы, Сейшелы, Таиланд. И все остальное, где не так холодно, как в Европе. Можно даже на Канары поехать. На Канарах единственное, что зимой слегка холодная водичка. Но, в общем-то, там тоже достаточно тепло и комфортно, можно посейлить. Активный сейлинг. Дальше. Выбрать время. И исходя из времени, выбрать место, где в это время сезон и комфортно. Второй вариант. Понять, с кем вы хотите отдыхать. Это у вас будет семейный отдых или отдых с друзьями. От этого тоже очень сильно зависит формат выбора яхты. Это может быть яхта, может быть катамаран. Может быть яхта размером на 2-3 каюты небольшая. Если вы хотите отдохнуть двумя семьями, там с детьми, например. А если вы хотите отдохнуть большой компанией, то лучше вам выбрать как минимум большую яхту на 4-5 кают, либо возможно катамаран. На катамаране гораздо больше места. Он комфортней. Но сейлинг на катамаране достаточно специфический. Он отличается чуть-чуть от яхтенного. Возможно, вам будет на катамаране вначале легче ходить, потому что у катамарана нет крена. И он слегка меньше качает. Его качают просто по-другому. Нужно просто понимать, что вы хотите от этого отдыха. Если вы хотите максимум комфорта, берите катамаран. Размер 45 футов будет в самый раз. Он, правда, стоит не совсем дешево. Но каюты достаточно все большие. Санузлы большие, комфортные. Наличие генератора на борту. В 45 размере уже есть генератор. Зачастую есть ватермейкер, обреснитель. С чего начать все это делать? У вас, по сути, есть несколько вариантов. Вы можете залезть в интернет и сидеть, отправлять запросы. Выбрать с ним страну. Подумать, какую яхту вы хотите. И начать это все гуглить. Перебирать, запрашивать. Выбрали вы Хорватию. Отправлять 20-30 писем. Потом сидеть их получать и сравнивать. Ответы. Не понимать, о чем идет речь. Со всеми кучей разных опций, вариантов, депозитов, уборок, клинингов и всего прочего. С оборудованием. В общем, вы можете все это делать сами. Либо же обратиться к помощи... К профессионалам. На самом деле, если вы хотите сделать качественно, то лучше обращаться к профессионалам. Если вы уже знаете, что такое сейлинг, у вас есть лицензия, вы шкипер, то тогда вы, в принципе, понимаете, как это делать лучше. Если вы просто едете отдыхать и пока что к парусу не имеете особого отношения, то вам в любом случае понадобится шкипер. Лучше, конечно, ехать со своим шкипером за границу, а не брать там местного и с ним находить потом общий язык. Ну и обычно ребята, которые занимаются этим, они знают, с кем нужно работать, какие есть чартерные компании, какие есть туристические компании, для того, чтобы добыть правильно лодку в правильном месте за адекватные деньги. Слушай, ну сильно реклама получилась. Нормально. Я стою в кепке, мы стоим в футболках. Когда ты начинаешь показывать вот так вот, ну как-то логично. Чтобы забронировать яхту, в принципе, здесь не так уж сложно, но надо в этом разбираться. Надо понимать, что за яхты, надо понимать, что за чартерная компания, потому что кто-то может предложить яхту, похожую на 200 евро дешевле, но это компания, которая там может иметь плохую репутацию, которая потом пытается сбить денег на депозите, либо же плохо ухаживает за своими лодками. У вас есть несколько вариантов. Вручной искать, запрашивать, делать 20-30 запросов в разных компаниях, получать ответы от местных агентов, от чартерных компаний, а потом весь этот вал информации, каждая предложит там 2-3 лодки, каждый будет рекомендовать то, что они выгодно сдать им. Сидеть, обрабатывать и потеряться в море этой информации. И не факт, что вы примете там правильное решение, ориентируясь там только сугубо на цену. Пока вы будете выбирать, возможно, какая-то из яхт, которые вы хотите, уже будет забронирована, и вам придется заново этим всем заниматься. В таких случаях удобнее, проще и зачастую дешевле будут обратиться к агенту, который специализируется на выборе лодок. Можете не обращать внимания на этот логотип. Хороший агент, он вам сэкономит уйму времени, поможет отсортировать, понять, где хуже компания, где лучше, посоветовать правильную лодку, помочь с выбором маршрута, поможет решить другие вопросы, там, страховки, визы, поможет с логистикой, с авиаперелетом. И порекомендует, если вам нужен шкипер, а большинству новичков, всем нужен шкипер, порекомендует еще и хорошего шкипера, от которого очень сильно зависит оттуда. На самом деле, зачастую, вот состав команды и шкипер более влияют на качество отдыха, на полученные эмоции, чем сама яхта. Яхта – это комфорт, но это второстепенный вопрос в выборе, в вопросе путешествия на яхте. Вот, вкратце про процесс бронирования. Обратившись за помощью в выборе лодки, вам предоставляют там список 3, 5, 7 лодок, дают какие-то рекомендации. Вы пока будете думать, вы можете сказать, там, вам могут поставить какие-то пару яхт на опцию, на временную бронь, чтобы пока вы думаете, обсуждаете с друзьями, семьей, чтобы эти яхты еще были закреплены за вами. Такая опция длится 3-5 дней, после этого надо принимать решение, либо вы бронируете яхту, либо же не бронируете. Если бронируете, приходит яхта в бронь, подписывается договор бронирования яхты, и в течение недели нужно внести первую предоплату в размере обычно 50%. А дальше уже попутно решаете визовые вопросы, билеты, страховки и так далее. Вам прорабатывают, предлагаются маршруты различные. За месяц до старта нужно внести вторую часть оплаты, и все, лодка за вами, осталось только туда прилететь и получить максимум эмоций. Enjoy! Наслаждайтесь! Яхтинг это круто, это здорово, это для любого возраста. Можно брать с собой деток, начиная от совсем маленьких и заканчивая пенсионерами. В общем, это круто. Деток заканчивая пенсионерами. Хорошие детки. Ну, в общем, вы поняли, где взять профессиональную компанию, профессиональных шкиперов, и самое главное, профессионального видеооператора, который это может снять и давать вам отличный ролик. Давай, давай, давай. Которого вы будете потом в восторге, вы будете смотреть это и наслаждаться. Субтитры подогнал «Симон»!